Сегодня утром в посёлке Малые Кабаны погиб человек. По рассказам очевидцев, загорелась баня в заброшенном доме. Увидев дым, жители бросились тушить возгорание. И благодаря их работе, пламя не перекинулось на деревянный дом, но баня выгорела полностью. Вскоре на место прибыли пожарные, которые потушили пламя. Очевидцы считают, что причина возгорания может иметь отношение к бездомному, который пробрался в заброшенное строение. Тело человека обнаружили во время разбора конструкции. 40 ударов табуретом стали причиной смерти 43-летнего жителя посёлка Мирный. Лицо убитого было настолько обезображено, что полицейские сначала посчитали, будто смерть наступила из-за огнестрельного ранения в голову. Там что-то страшное. Либо ножом и стыкали всё лицо, либо пулевые. Дом, в котором произошла трагедия, разделён на несколько семей. Именно соседи первыми увидели лежащий на пороге тело в луже крови. Вместо лица сплошное бесформенное месиво. Лишь по одежде они узнали в убитом мужчину, который проживает в соседней квартире. Рядом с местом преступления бродил племянник убитого. Причём оказалось, что полицейских этот родственник почему-то не вызвал. Судя по всему, проблемы с памятью у него и начались из-за чрезмерно выпитого алкоголя. Однако вскоре он вспомнил, что в этот вечер он, его дядя и ещё один мужчина распивали спиртное. Именно на гости позже пали подозрения в убийстве. По предварительной версии, 15 июня подозреваемый пришёл в гости к 43-летнему потерпевшему, который проживал в одном из домов на улице Довликеевская. В ходе распития спиртных напитков между мужчинами произошла ссора, и они стали драться. В порыве гнева пьяный гость схватил табуретку и избил хозяина жилища. Причём больше всего ударов пришлось по лицу. Поняв, что человек мёртв, мужчина спрятался в бане. Там его и обнаружила полиция. Они часто выпивали. Мы-то вообще не пьём, поэтому это нас немножко напрягало. Вину в произошедшем обвиняемый в убийстве признал лишь частично. На время следствия он отправлен в СИЗО. Последствия пьянки могут убернуться для него 15 годами лишения свободы. Сотрудники ГИБДД оштрафовали водителя, который посадил годовалого ребёнка за руль. Очевидцы записали инцидент на камеру телефона и разместили в соцсетях. Посмотрели видео и автоинспекторы. Им удалось найти мужчину. 37-летний отец ребёнка рассказал, что в пути малыш начал капризничать, расстегнул крепление детского кресла и стал перемещаться по салону. Чтобы успокоить ребёнка, водитель посадил его на колени. Мужчина утверждает, что проехал так всего несколько метров. Затем остановился и вернул сына в детское удерживающее устройство. На Мамадышском тракте загорелся КАМАЗ. Пламя охватило кабину самосвала. В результате происшествия кабина полностью выгорела. Огонь успел частично повредить и кузов. Столб чёрного густого дыма было видно на большом расстоянии. Очевидцы говорят, что водитель успел выйти из кабины до того, как пламя разгорелось. Никто не пострадал. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание. Рано утром инспекторы ГИБДД задержали нетрезвого водителя на улице Вишневского. По словам молодого человека, у него был убедительный повод. Дом рождения. И это единственное, что смог сказать молодой человек в своё оправдание. Говорит, с другом начали отмечать ещё ночью. Повод весомый. Юбилей 20 лет. Поэтому может позволить себе немного расслабиться. Немного? Это две или три бутылки пива точно не помнит. Вскоре после выпитого в квартире стало тесно. И тут парень вспомнил, что внизу припаркован его автомобиль. 20. 21, да? Испомнилось. Сегодня. У нас юбилей у нас. Спасибо большое. А как вы начали не очень положительно? Ну да. Решил прокатиться. Не получилось прокатиться. А как долго катились? Недалеко оттуда. Предстоящему лишению прав молодой человек нисколько не расстроился. Сохранял праздничное настроение. Говорит, к статусу пешехода морально готов. А об остальном подумает, когда проспится. Поеду домой спать. А завтра уже решится всё. Сегодня днём на проспекте Ямашево произошла авария. В результате столкновения с Маздой различные повреждения получил мотоциклист. Но от медицинской помощи отказался. По предварительной версии, Мазда двигалась по проспекту Ямашево в сторону улицы Мусина. За ней ехала двухколёска. Водитель иномарки начал поворачивать направо, на парковку. Мотоциклист не успел отреагировать на манёвр. Произошло столкновение. На водителя мотоцикла не было защитной экипировки в результате ушибы. Хорошо, что шлем не забыл. Участники ДТП решили доверить выяснение обстоятельств автоинспектором. Рано утром на улице Максимова, уходя от погони, молодой человек потерял управление Фордом и вылетел на тротуар. Преследование началось на улице Дементьева. На большой скорости водитель преодолел расстояние до Максимова и уже там врезался в столб. Специальный прибор показал значительное превышение алкоголя в организме. Сам молодой человек признался, что виной всему возраст 24-летнего водителя охватило желание полихачить. При этом он пообещал повторно в таком состоянии за руль не садиться. Произвёл впечатление размер штрафа. Сотрудники линейного управления МВД России на транспорте задержали жителя Нижнего Услона. Мужчина ловил рыбу в заказнике в Волжские просторы. А это считается браконьерством. Нарушитель использовал сети и лодку. Таким образом ему удалось добыть 15 хвостов различных пород. Ущерб причинённой природе оценён в 18 тысяч рублей. В отношении браконьера возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Ночью в центре города неизвестные напали на семейную пару. Женщину не тронули, а у пострадавшего забрали телефон и деньги. Одного из нападавших жена узнала. В эту будку почему пошли, я предложила своему мужу. Я говорю, что отдохнём от всех. А вас не тронули? Меня хотели тоже. Хотели тихо по-семейному отдохнуть в укромном месте. Для этого и выбрали лесопосадку. Но даже поздней ночью без посторонних не обошлось. По словам супружеской пары, сначала к ним подошёл мужчина. Ударил потерпевшего, а позже к нему присоединились ещё двое. Оказалось, что первого нападавшего женщина хорошо знает. Этого я знаю. Глеб, который был. Первый сначала зашёл в очках или без? В очках был первый. Первый раз в очках, второй раз без очков. А вторых я уже не разглядел. Судя по рассказам супругов, мобильные телефоны их семьи, один из злоумышленников присваивает уже не в первый раз. Ранее украл телефон у женщины, но она не стала писать заявление. Спустя какое-то время нападавшего посадили, после чего он вышел и заинтересовался техникой её мужа. Помимо телефона пропали деньги. Я поеду, я его там найду и ноги я ему сломаю. Всё равно сломаю я ему. Я не встречался с ними вообще. Он знать их не знает. Я целыми днями на приём металла работаю. Ещё охранником там подрабатываю двое суток. Да. Зарабатываю. А то ещё 400 за охрану получал. И то ещё тут какие-то твари будут. Заявители путались в показаниях и находились в нетрезвом состоянии. Тем не менее, полны решимости наказать обидчиков и написать на них заявление в полицию. Продолжение следует...